МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Телеканал Культура начинает свое вещание. В эфире программа Наблюдатель. С вами Алекс Дубас. Прошлый 2011 год был годом Испании в России. И с уверенностью можно сказать, что он продолжается. В Москву приехал и дал единственный концерт в Московском Международном Доме Музыки Хосе Антонио Родригес. Он входит в пятерку лучших гитаристов фламенко мира. Еще раз доброе утро! Вы смотрите программу Наблюдатель. С вами Алекс Дубас. Вот телефон нашей редакции 780-56-55. Код Москвы 495. Адрес электронной почты наблюдатель собака tv-calche.ru Присоединяйтесь к нашей беседе. И я хочу начать программу с одной истории. На финальном концерте фестиваля «Мир гитары» на сцену вдруг выбежал мальчик и вручил испанскому гитаристу плюшевого медвежонка. Ну, ничего на первый взгляд особенного, если не знать того, что в Калугу 10-летний Лёва специально приехал для этого из далекого города Серова в Свердловской области. Гитарист признался, что прежде ему не делали таких трогательных подарков. Правда это или нет, мы сейчас узнаем в гостях программы Наблюдатель испанский композитор, гитарист Хосе Антонио Родригес и российский гитарист, основатель ежегодного международного фестиваля «Мир гитары» Олег Акимов. И сейчас о наших гостях более подробно. Хосе Антонио Родригес, гитарист, композитор. В 1984 году окончил музыкальную консерваторию в Кордебе, гастролировал по Европе и Америке. Автор многих аранжировок, саундтреков к фильмам, музыке к театральным представлениям. Работал с известными исполнителями Натальей Аррера, Эсперанцей Фернандес, Дженнифер Лопес. Один из авторов знаменитой песни «Макарена» снялся в документальном мюзикле «Фламенко» Карлса Сауры. Ходит в пятерку лучших гитаристов фламенко в мире. Олег Владимирович Акимов, гитарист-педагог. Окончил Петрозаводскую государственную консерваторию и аспирантуру. С 1990 года солист Калужской областной филармонии и преподаватель по классу гитары Калужского музыкального училища имени Танеева. Выступает с сольными и камерными концертами в России и за рубежом. С 1993 года организатор концертов и музыкальных фестивалей. Среди них ежегодный международный гитарный фестиваль «Мир гитары в Калуге». Вот теперь о вас, господа, мы знаем практически все. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать в наблюдатель. Вот эта история про мальчика Леву, это действительно было? Да, да. Так и было. Два-три года назад в Калуге. Это было удивительно. В принципе, музыканты привыкли к аплодисментам, но ребенок с таким лицом, который что-то дарит за музыку, которую ты исполнил, это очень трогательно. У меня такого никогда не было. Но у этой истории, мне кажется, должно быть какое-то продолжение. Я не знаю, мальчик должен стать великим гитаристом. Вы поддерживаете отношения с ним? Я не знаю, не знаю точно. Возможно, мальчику нравится музыка, но я не знаю, он гитарист. Я ничего о нем не знаю. Но было бы очень хорошо встретить его, встретить его на каком-нибудь концерте. Олег Владимирович, а вы, поскольку вы были организатором того концерта, вы следите за судьбой этого мальчика? Вы знаете, не настолько так, чтобы узнать, потому что это все-таки далеко. Если бы он был из Калуги, это было бы проще, конечно, отслеживать и, может быть, даже принимать активное участие. Но я все-таки надеюсь, что он гитару не оставит. Если даже не станет великим гитаристом, то любителем гитары останется на всю жизнь точно. И я думаю, что музыки Фламенко, безусловно. Хосе Антонио, а вы со скольки лет начали играть на гитаре? Вообще, насколько важно для испанца, для испанского мальчика играть на гитаре? Си. Я играю совсем малых лет. Гитара не так важна для ребенка. Но в моей семье никто не играл на гитаре. Я исключение. Мне очень нравилась музыка, очень нравилась гитара и до сих пор очень нравится. Но это не очень обычно для Испании. В Испании совсем не так много людей играет на гитаре. Это просто один из инструментов, на которых играют. Спасибо большое. И сейчас я предлагаю ненадолго прерваться и, собственно, послушать музыку, предмет, о чем мы говорим. Музыка. 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 О, браво! Я наслаждался и, конечно же, обратил внимание на ваши руки, на пальцы. Они живут. И вот вопрос к вам обоему. Гитаристы должны быть все-таки особенные руки, особенные пальцы. Руки – это наш инструмент, который играет на гитаре. Гитара – это тоже инструмент. Но со временем замечаешь, что оттенки музыки создаются в зависимости от того, куда поставишь пальцы. И это очень интересно – менять звук в зависимости от движения пальцев. И, несмотря на весь мой опыт, мне это все еще очень интересно. Я как ребенок открываю эти вещи для себя, эти личные, что можно передать. Олег, вы тоже гитаристы, у вас какой к этому подход? Хосе все сказал правильно. Я единственное хотел добавить, что у гитаристов может быть как... Из большого количества музыкантов, которые играют на разных инструментах, необходима еще очень точная координация между пальцами. И это, может быть, является спецификой для игры на гитаре. Потому что пальцы должны быть как живой организм, они должны работать четко, одновременно. А насколько важно образование, музыкальное образование для того, чтобы играть фламенко? Я сейчас поясню, почему я задаю этот вопрос. На днях посмотрел биографический фильм о Серже Генсбуре, о французском шансоне. И там есть такой момент, эпизод, когда он берет уроки у испанца, и он учится играть фламенко. И этот мальчик, юный, Генсбур, не очень понимает, а где, где здесь, вот как аккорд, я не успеваю. И тот ему привозят пример великого испанского музыканта и говорит, Хосе, он вообще, у него нет музыкальной грамоты, он ее не знает, он не знает аккорд. Он разговаривает с помощью гитары. Забудь об образовании, это не нужно тебе. Это красивый эпизод, но насколько он состоятелен? Посмотрим. Все, что можно добавить к музыке, это важно. Разумеется, несколько лет еще назад, для того, чтобы играть фламенко, надо было учиться конкретно этому. Учили именно этому, учили, как играть на инструменте, но не добавляли ничего в том, что касается гармонии, в том, что касается стиля музыки. А сейчас мы музыканты, как любые другие. И все, что можно добавить к нашей игре, это замечательно. Единственная разница с классической гитарой, это стиль музыки, ничего другого. В том, что касается знаний, навыков, мы учимся, как любой другой музыкант. А мы можем разобрать фламенко, ну так эмоционально. То есть я понимаю, что это музыка страсти. И фламенко можно, а, играть, б, петь, танцевать и слушать. И вот иногда, когда вы играете, танцует девушка. И я понимаю, что это танец страсти, но это начало. Ты влюбился. И это фламенко влюбленности. Иногда вы играете, а танцуют двое, он и она. И это танец любви. Вот она, страсть началась. Есть фламенко ревности. Есть фламенко агонии любви. Это я воспринимаю, как зритель. Я так уж просто сидел и расписывал. Или это так все на самом деле? Что вы, авторы этой музыки, вкладываете, когда пишете то или иное произведение? Да, фламенко в традиционном понимании выражает чувства. Есть разные стили, в которых выражается радость, горе, любовь, смерть. Все это сегодня в немножко более утонченном виде мы пытаемся передать на сцене. Хотя, что касается музыки, то фламенко основывается на традициях. Но сейчас это уже музыка даже интеллектуальная, авангардная. И мы пытаемся сочетать авангард с традицией. Мне хочется, чтобы то, что я хочу передать, было ясным, но передать это в современном виде, соответствующем нашему времени. И когда я сочиняю музыку, я немножко забываю о технике, потому что это механическая часть. И пытаюсь передать чувства настолько свободно, насколько возможно, чтобы они выходили из меня, даже нарушая какие-то законы гармонии. Даже иногда я делаю что-то, что их нарушает, но это очень жизненно. Поэтому надо бороться со слишком большим следованием нормам гармонии. Во всяком случае, так я это сейчас чувствую. Мне все равно, каково правило, если результат такой, который я хочу получить. А правда, что лучшие и самые пронзительные произведения получаются когда-то ранен, ранен в сердце? Да, я думаю, что именно такие ситуации приводят к особому состоянию человека. Конечно, возможно, концентрация или интерес в этот момент, они не максимальны, и даже, может быть, горе не максимально. Но чувства становятся другими. И это приводит к какой-то ошибке на нашем жестком диске. И результат бывает очень интересным, потому что ошибки дают очень интересные результаты. В великих музыкальных произведениях очень много ошибок. Сейчас я хотел бы предложить нам с вами посмотреть еще один отрывок, когда фламенко и играют, и танцуют. А это уже сотрудничество. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По поводу сюжета, это две отдельных истории, танец и игра. То есть, вы сталкивались с тем, что у вас великолепная профессиональная танцовщица, но это не соответствует ее танец той музыке, которую вы хотите сказать. И вы говорите, нет, не она, можно кого-то другого? Ага, давайте посмотрим. В том случае, что мы только что посмотрели, это произведение, которое было написано и хореография, для которого была разработана специально для этого спектакля. И я воспринимаю музыку гитары как одно произведение со танцем и с песней. Это не украшение моей игры, это целое произведение, цельное. И даже поменяв танцовщицу, все равно это было бы единое произведение, но оно стало бы другим. Именно поэтому я стараюсь никогда не менять, потому что это произведение создано для этих людей. Я не стараюсь смешивать эти два понятия. Это единое целое, но их все-таки надо разделять. Спасибо большое. Я сейчас хотел бы передать слово нашему интернет-обозревателю. Его зовут Алексей Черепанов. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вы танцуете фламенко? Нет, играю немножко не байлоор, а такаор, что в переводе с языка фламенко не танцор, а гитарист. Правда, так и остаюсь пожизненно на начальном уровне. Что говорят жители всеверной сети о фламенко? Ну, конечно, как и везде в мире, фламенко очень популярна. Вот в позапрошлом году ЮНЕСКО присадил этому стилю статус объекта всемирного наследия. Ну, а Яндекс по запросу фламенко выдает 3 миллиона ответов. В России проводится даже несколько фестивалей. Фламенко Вива Испана, Фламенко Энн Москву, Мир Гитары, Северная Фламенко. А вот Хосе Антонио Родригес гораздо менее известен отечественной публике. Ну, может быть, прошедший концерт отчасти исправил это положение. Но все же мне удалось найти несколько отзывов в сети. Ну, приверженцы классической гитары не могут простить Хосе Антонио Родригесу участие в создании песни Макарайана, которая в 90-х годах была главным испаноязычным хитом в России. И вот в живом журнале пишет пользователь Ориент Блю. Слухай, ну у Родригеса только технику крутику, а музыка полный уг. Ну, не знаю, отвечает пользователь Ренат. У него, конечно, много попсы в альбомах, а хорошие вещи очень даже. Ты легенду слушал, аранжировки Фламенки, там очень даже. Отличный концерт, пишет пользователь Кыся. Сколько огня и страсти, столько огня и страсти, что хотелось танцевать прямо в Светлановском зале. А теперь несколько мнений испанских пользователей интернета. Они комментируют вот это видео на сайте YouTube. «Великий маэстро в работе. Такая красивая и энергичная музыка. Спасибо», – пишет пользователь Ита Маререс. С этим мнением соглашается Шеразада. Она пишет, что можно сказать. «С-с». Закрыть глаза и слушать. И еще одно мнение. «Оле, Хосе». Очень впечатляющая работа. Это мнение пользователя Мартина Лафуэнте. А на одном из сайтов Хосе Антонио Родригеса есть раздел под названием «Гитары». Там представлены инструменты, на которых музыкант играет. Так вот, ну, к примеру, есть две гитары. Здесь вот работы одного мастера, Валериану Берналь, если я правильно произношу. Какую из этих гитар Хосе Антонио привез в Россию, Алекс? Хороший вопрос. Мой коллега задает вопрос. Какую вы гитару привезли в Россию сейчас? Мы спите, гитара в кустах здесь. Это гитара из моих мест, из Кордовы. Это лютье, которого зовут Мануэл Рейхес. Ох, ты красавец, какая. Какая гитара. Это гитара из пино. Она сделана из цепресса. И именно так обычно выглядит гитара до фламенко. Там еще Кипарис. Я играю на ней с девяносто первого года. И мы уже настоящая семья. Хосе Антонио, это женщина? Или ты расскажешь там, штамп? Ну, я провожу с ней больше времени, чем с женой, это правда. Обычно многие музыканты дают имена своим инструментам, особенно скрипачи, гитаристы. Вот я не знаю, Хосе Антонио имеет какое-то имя своего гитары? Для вот этой нет. С ней у меня немножко странное отношение. Потому что я без нее не могу. Но иногда мне хочется ее где-нибудь оставить, забыть о ней. Немножко такое отношение, как в любви. Я знаю, что вы проводите мастер-классы, в том числе и в России. И коль уж вы взяли в руки гитару, у которой пока нет имени, может быть, вы нам покажете, с чего вы начинаете первый урок. Обычно, особенно, когда я за границей, в другой стране, где не такая традиция игры на гитаре фламенко, Я просто показываю, что это тоже инструмент, такой как другие, и что надо иметь определенную технику, чтобы на нем играть, что нельзя делать что угодно, что должна быть какая-то дисциплина, и уже потом можно научиться играть фламенко или любую другую музыку. Именно поэтому я пытаюсь передать им все правила, в кавычках, для того, чтобы они научились играть, и вместе с тем я просто играю фламенко. Вы можете сыграть сейчас для утренней России какую-то мелодию «Страна просыпается», «Большая страна», «Снег», «Мороз», «Чашка кофе» или «Какао» у кого-то на столе, включен телевизор. И чертичка Испании. Да, конечно. Солнечная Испания. 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 Браво. Браво. Мы как даже сами по себе руки и ноги сами хотели идти в пляс и постукивать ритму. Это действительно говорит о том, что фламенко, то искусство, которое не оставляет радушным совершенно никого, будь то или северные люди, или юг, или даже, может, никогда не слышали фламенко, оно действительно заставляет людей открываться, открываться и открываться так, как дети, радоваться этому и смотреть на это искусство с открытыми глазами. И даже если ты его не понимаешь, все равно хочется подстукивать, плясать и, может быть, даже подпевать. А мне кажется, все предельно понятно. Конечно. А я обратил внимание, Олег, не столько на руки, не сколько на свои ноги, когда хотелось подправить, сколько на лицо Хосе Антонио. Брови, глаза, они же тоже все работают. И здесь, в связи с этим вопрос, фламенко – это национальное? Ну, я ничего не слышал, может быть, вы меня поправите, может быть, есть какой-нибудь знаменитый норвежский исполнитель фламенко, Свен Йоханссон, или там немецкий исполнитель знаменитой фламенко, Юнтер Штольц, или это все-таки такая испанская, испанская-испанская история? Ну, я думаю, что да. Фламенко – это что-то испанское конкретнее, что-то андалузское. Андалузия – это часть Испании, это регион. Действительно, границы все больше и больше открываются, и в прошлом году был конкурс, национальный конкурс фламенко, и я был в жюри, и из четырех финалистов один из них был финном, в Симпатии. И он очень хорошо играл на гитаре. Так что я думаю, что сегодня фламенко уже открывается и понимается хорошо, это уже не локальная музыка, не андалузская, чисто андалузская музыка. Я думаю, что русский, который будет учить фламенко, будет хорошо играть. Вот расскажите о русских, вы же как раз проводите мастер-классы, и проводили здесь, много ли людей пришло на мастер-классы, что вы скажете вот о русских гитаристах? Ну, по-сякому бывает, как и в Испании, как и в Германии, как и везде, бывают разные гитаристы. Но мне кажется, что русские испанцы по характеру очень похожи, и это очень помогает. И даже на уровне музыкальном мне очень легко понимать русских музыкантов, и им легко понимать меня, и мы на одной волне. Мы хорошо друг друга понимаем. Единственная проблема – это расстояние. И немножко анархия, которая царила в обучении фламенко. Здесь мало преподавателей, которые действительно следуют правилам Идрена Фламенко, то есть обучившиеся в консерватории и знающие, как это делать. И вот это вот консерваторное образование, оно до определенной степени иногда немножко мешает для того, чтобы играть фламенко. И этой базы немножко не хватает. Но я думаю, что со временем потихонечку будут заложены необходимые базы, и люди смогут выражать свои чувства при помощи фламенко. Спасибо. Ну, в том числе, наверное, это и Ваша задача, да, Олег? Конечно, конечно. Как популяризатора гитарной музыки. Я хочу еще добавить, почему фламенко такая популярность у фламенко во всем мире. Мы не говорим только о России, а вообще во всем мире, правильно сказано, и в Швеции, и в Германии, и в Японии очень много любителей, и в Америке. Почему такая популярность? Я думаю, это благодаря тому, что фламенко, несмотря на то, что имеет огромные давние традиции, какое-то традиционное искусство народное, оно позволяет экспериментировать. И экспериментировать с другими жанрами, и с фольклором, и с джазом, и с совершенно другой. И это добавляет каких-то красок, и позволяет многим музыкантам влюбиться в фламенко, и использовать эти элементы в своей игре, даже, может быть, никогда не занимаясь фламенко как фламенкист. И мне хочется сказать, что Хосе Антонио, один из продолжателей вот этой линии молодых музыкантов, которую начал великий Пако де Лусея, и он относится уже к новому поколению музыкантов, как Висенте Амиго, Хосе Антонио, Таматита, Канезарес, который экспериментирует в фламенко и не дает ему засохнуть, если я так правильно говорю, остаться вот в той традиции, которая может быть как-то древняя, и вот так вот культивировать только ее, и больше ничего. Нет, безусловно, это видно по наполняемости залам, куда приходят люди, послушать, вот что же сегодня фламенко, что же это такое. И они ведь слышат каждое свое. В России мы слышим свое, и многие наши гитаристы тоже пытаются использовать наш фольклор или какие-то другие гармонии в пьесах фламенко. И это здорово, это здорово. И вот то, что сыграл Хосе Антонио, как раз видно, что это фламенко, но уже взгляд новый, взгляд 21 века. Вот об экспериментах с фламенко мы продолжим через несколько минут беседу, а сейчас я хотел бы предложить вашему вниманию как раз видео, это мастер-класс игры на гитаре, Хосе Антонио Родригес. Предлагаю вашему вниманию. Хосе Антонио Родригес. Хосе Антонио Родригес. Набирайте. Все, когда вы можете вылететь с фамилией, а сейчас вы можете поговорить с фамилией. Так. В древних заданиях разлететь, так, и к нему щиташку идем на рулет. Так, так. Он очень много интересных вещей рассказал, что-то новое можно было подчеркнуть из того, что он объяснял сегодня. Какие-то технические моменты, что-то по музыкальной части. Друзья мне посоветовали как раз человека, который очень умеет управлять инструментом, который глубоко понимает музыку и инструмент, который действительно этим много занимается. Тем более фламенко, она очень экспрессивный жанр, и в танце, и в музыке всегда очень много экспрессии, и действительно люди этим выражаются. Познакомился с интересным человеком, всегда интересно увидеть какого-то нового гитариста, нового исполнителя, да и нового человека, в общем-то, тоже достаточно открытого, позитивного. Всем дал какие-то советы полезные, никого не оставил без внимания. Я хотел бы продолжить с вами, Хосе Антонио, тему, которую поднял Олег. Это насколько возможны эксперименты с фламенко, смешения жанров. Вот он говорил о фламенко и джаз. Но я вам сейчас приведу совсем чудовищный пример, на мой взгляд. Я месяц назад купил диск. К сожалению, он остался в другой стране, я не привез его. Называется «Фламенко Кришна». Это, собственно, мантры, это какие-то цитаты из Бахагавадгиты под музыку фламенко. И это настоящий оксюморон, это дикость, потому что мантры, они предназначены для того, чтобы гармонизировать, успокаивать, собирать мысли, а фламенко – это эмоция, это страсть. Вот это какая-то... В итоге это неплохо, это звучит как-то странно, ну, то есть, там, кто-то читает мантры, и тут фламенко, но я понимаю, что это, ну... Да, давайте посмотрим. Я это понимаю иначе. Всем нам надо что-то делать, и когда я говорю всем, я имею в виду профессионалов, музыкантов, которые играют на музыкальных инструментах. Иногда, когда какой-то продукт начинает продаваться для того, чтобы его продать, потому что речь идет о таком коммерческом понимании, и я делал самые разные тоже варианты. Например, новый диск, который выходит в марте, это смесь фламенко и поп, музыки-поп. Но здесь речь не идет о чем-то, что я делал месяц или год, я всю жизнь так делал. Я всегда работал с попсовыми исполнителями, с моими товарищами. Но все-таки использовать фламенко для коммерческих проектов, они, конечно, фламенко делается с электронной музыкой. Но мне кажется, что все-таки это... Ну, ничего, это некоторым нравится, но мне это не кажется по-настоящему работой музыканта. Речь не идет о риске. Это просто вот такой подход. А затем есть другой тип экспериментов, это эксперименты, которые проводятся, думая о том, что ты хочешь создать. Именно поэтому мне было интересно работать с музыкой поп. Как там можно использовать гитару в этом? И мне здесь, в этом типе музыки, мне очень нравится работать. Потому что одно дело, это музыка, которая на основе размышлений, а другое дело, музыка, все сделано, занятие. Мы знаем, как это можно использовать. Мы видели в профайле, что вы один из соавторов Макарены. Знаменитая композиция Макарена, вот же там, как раз, по-моему, удачное сочетание. И как ее не любили все в то время, помните, я был очень много. Да, да, да. Но сейчас, спустя время, ты понимаешь, что это часть уже твоей истории, бэкграунда твоего, и ты никуда от этого не денешься. Как вы создавали вот эту композицию Макарена? Ну, на самом деле, я не создавал это произведение. Я был просто гитаристом в команде продакшен Рафаэля Антонио, которые туда приехали, они приехали, чтобы записать новую работу. И в нашей команде был барабанщик, пианист и я. И, соответственно, мы сделали аранжировку этой темы. И, к сожалению, ее было немножко сложности что-то сделать, потому что, фактически, там было очень просто все. Это фактически было на одной ноте. И поэтому мы придумали что-то немножко необычное, потому что человек по перкуссии играл со мной на гитаре, например, я играл на пианино. Это было немножечко, так, развлечься. Мы не знали, что мы создадим что-то такое. Это был настоящий сюрприз и для певцов, и для нас. Это было что-то без претензий, что-то, что мы делали просто для того, чтобы развлечься, а получилась интересная работа. Олег, простите, я вас прервал. Да, я хотел добавить, что противоположность совершенно к тому, что вы сказали, Алис, вот такой эксперимент, смешение фламенко. Я хочу сказать, что Хосе Антонио еще один из тех, кто экспериментирует в другом, когда выводя гитару фламенко, на более другой уровень. Это эксперименты с оркестрами, с симфоническими оркестрами, которые молодые музыканты стали сейчас все больше и больше практиковать и выводить гитару не только как фламенко, как искусство, где кантаор, балаор, такаор, только лишь сцена небольшая, а когда гитара выходит как полноправный инструмент с большим симфоническим оркестром. Я считаю, что вот эти эксперименты как раз, они только добавляют плюсов не только искусству фламенко, а вообще к культуре и искусству Испании. А вот есть такие устойчивые сочетания. Скрипка плачет, гитара говорит. Вот вы согласны с тем, что гитара действительно разговаривает? Да, да, конечно. Это устойчивое сочетание, но сегодня гитара тоже плачет, а скрипка тоже говорит. Но музыкант, во всяком случае, фламенко, он все-таки немножечко иначе все это видит, потому что во фламенко первое, что было, во фламенко это голос, гитара присоединился к нему позже. И поэтому нам важно, чтобы гитара пела, чтобы она подражала этому голосу. Поэтому музыка фламенко старается петь свои гитары. Мы пытаемся воспроизвести голос при помощи гитары. Это не так просто, это очень сложно сделать при помощи этого инструмента, чтобы передавать чувства, чтобы казалось, что она говорит, что она плачет. Не просто при помощи музыкальной композиции, а при помощи разработки новой техники, которая давала бы такой эффект. И играть на инструментах сложно. Часто тебе кажется, что технически ты полностью его изучил, но тебе все равно хочется сделать так, чтобы она похоронила у человека, найти что-то еще новое, какую-то новую технику, чтобы она передавала другие чувства. И иногда я пытаюсь использовать гитару, как будто бы я играл перкуссию, вот так. Немножечко имитирую другие инструменты, но мне кажется, что очень интересно извлекать такие звуки из гитары. О чем песня фламенко? Судя по всему, и несчастной любви? Ну как, вы же аккомпанируете, вы же слушаете текст, вы же слушаете речь. Да, и конечно, в таких случаях... Стараешься передать в музыке какой-то текст, какое-то чувство, которое выражается. Нам достаточно легко это делать, легче, чем другим, потому что, с одной стороны, мы что-то видим, и потом нам уже надо добавить к этому музыку. Именно такова наша методология во фламенко. Во всяком случае, такая она была, изобразить какую-то определенную ситуацию при помощи музыки. Я хочу сказать, что тем временем, спасибо за ответ, к нам присоединяется ваш коллега к нашему разговору, это ведущий российский гитарист Дмитрий Четвергов, и доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Вот в одном из интервью вы как-то сказали, что нужно создавать мажорную музыку. И вот в связи с этим вопрос, разве у нас мало такой радостной, светлой музыки, Дмитрий? Ну, вы знаете, опять же, если мы обратимся к своим корням, конечно, в русской музыке много частушек, тем более мажорных, но в то же время очень много минорного, ладно. Тут я бы хотел сказать, я, во-первых, хочу поприветствовать своего коллегу, Хаса Родригеса, во-первых, потому что очень всегда приятно прикоснуться к великому, когда человек действительно по праву занимает одну из ведущих позиций фламенкистов, гитаристов. И я считаю, что вот испанцы в данной ситуации, у них больше, наверное, корней, чем у нас в этом плане. Вот они играют такие зажигательные, мало того ладов мажорных, а еще зажигательные ритмы, что по праву гитара считается основой фламенко, основой, если нет гитары, то нет и танца, собственно говоря. А что касается мажора, ну, действительно, на самом деле, вот я пропагандирую мажорный блюз в нашей стране, его на самом деле очень играют едининцы, потому что, ну, опять же, блюз – это не наша корневая музыка. Хотелось бы побольше каких-то таких образцов, народных образцов, тогда можно было о чем бы говорить, но я считаю, что мало мажора, честно. Спасибо, Дмитрий. А вы часто используете фламенко во время своих выступлений? Часто играете? Спасибо большое, Дмитрий. У нас на связи был гитарист Дмитрий Четвергов, ваш коллега, который все-таки считает, что у нас в России должна больше звучать минорная музыка, это больше соответствует нашему духу. Но мне кажется, музыка первична. Как вы думаете, музыка определяет настроение, или настроение музыку? Ну, вы видите, что мы музыканты никогда не довольны. Я думаю, что всегда так было, всегда говорилось, что мажорная музыка показывает, выражает радость, а минорная музыка грусть. Мне кажется, что главное, чтобы были разные цвета, чтобы были различия. Возможно, не хватает создания концертов, записей, которые смешивались бы все цвета с палитрой. Очень много разных цветов. Я не знаю хорошо русской музыки, но мне кажется, что все-таки каждый из нас всегда жалуется на свое. Именно потому, что мы слишком хорошо свое знаем. Я думаю, что русская музыка, во всяком случае, то, что я знаю, очень богатая музыка. И я никогда даже не задумывался на мажорную или минорную. Для меня главное, она хорошая или нет, и нравится она мне или нет. Не знаю. Возможно, это профессиональная деформация, но я это вижу так. Я, кстати, вот тоже не сказал бы, что фламенко это уж такая... Она, безусловно, эмоциональная музыка, но там же даже в том маленьком утреннем отрывке, что нам сыграл Хосе Антонио, там же есть и минор и мажор, там есть грусть, вот такое медленное просыпание, есть какое-то такое уныние, потом взрыв, страсть. То есть там же вот, это как серфинг, это на грани. Я согласен полностью, и я вот как музыкант, я считаю, что все-таки настроение первичной музыки, особенно для гитары, потому что есть такая пафосная фраза, мы ее назовем, но пусть не обижается музыкант, который играет на других инструментах, что гитара – это единственный инструмент, который создает тишину. Не нарушает ее, а создает. И вот это, видимо, ощущение какого-то внутренней души, внутреннего спокойствия, внутренней, даже тишины, которая создается, оно и влияет, конечно, на процесс создания музыки, на процесс исполнения. Понятно, это все, безусловно, индивидуально, но я думаю, что вот минорные вещи на гитаре слушаются особенно, как-то вот глубоко и душевно. Может быть. Я сейчас предлагаю посмотреть, собственно, видео. Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Спасибо. Между смертью Спасибо.